Сразу несколько знаковых для Томской области встреч провел на этой неделе в столице глава региона. Так, с председателем правления Большого Газпрома Сергей Жвачкин подписал во вторник план график работ по газификации на этот год. Но кроме того, губернатор обсудил с Алексеем Миллером варианты сотрудничества в сфере импортозамещения и ход реализации социальных программ. Про амбициозный проект Томские набережные и про финансирование футбольного клуба Томь поговорить, к слову, тоже успели. Смысл любого НОЦа – усилить взаимодействие науки и бизнеса. И в этом плане томские ученые и производственники уже давно подружились с национальными корпорациями, например, Газпромом. С его главой Алексеем Миллером Сергей Жвачкин также встречался на этой неделе. Помимо увеличения объемов томской продукции, поставляемой холдингу, речь зашла и о социальных проектах. Вот этот забор, скрывающий набережную реки Ушайки, стоит уже пятый год. За это время он многим томичам успел набить оскомину. В народе даже начали считать, что проект реконструкции набережной – это бесконечный долгострой. Но когда осенью открылась большая концертная площадка с амфитеатром, горожан, конечный результат, конечно же, устроил. Иначе как объяснить, что в сентябре все социальные сети были буквально забиты фотографиями с этого места? И все же это только первая очередь, а есть и вторая – участок от БКЗ до «Тысячи мелочей». И вот именно на его строительство Алексей Миллер выделил полтора миллиарда рублей. Не обделил «Газпром» вниманием команду «Томь» и ее болельщиков. Футбольный клуб получит 660 миллионов. Из них 360 пойдут на расходы по основной деятельности в 2020 году. А еще 300 миллионов направят на погашение долгов «Томи». Остается надеяться, что это, наконец, закроет финансовые проблемы наших футболистов. Итого только на социальные проекты холдинг выдает области свыше двух миллиардов. С чего же такая щедрость? Поддержка инициатив жителей Томской области – это знак благодарности «Газпрома» всем томичам за успешную реализацию проекта «Сила Сибири», заказчиком которого выступил «Газпром Трансгаз Томск», а у истоков стоял губернатор Сергей Жвачкин. Когда мы начали вплотную заниматься, когда было понятно, что нам передаются оперативные планы не только газовые месторождения Томска, но и все, что есть на Востоке, в Вяхере было такое подписано распоряжение о том, что без «Восток-Газпрома», который я тогда возглавлял, до Сахалина ни одно предприятие не могло ничего делать без согласования с нами. Вот с этого рождалась в том числе программа «Сила Сибири». Помимо этого «Газпром» продолжит программу газификации Томской области. На эти цели в 2020 году запланировано более 4,5 миллиардов рублей. Для понимания, в 2019-м эта цифра была в 4 раза меньше. В свою очередь региональные власти обязуются подготовить к приему голубого топлива порядка 10 тысяч домов и не менее 80 котельных по всей области. Глеб Шестаков, Дмитрий Скоробогатов, Сергей Сверчков. «Томское время. Итоги недели». Глеб Шестаков, Дмитрий Скоробогатов, 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 Дмитрий Скоробогатов.